Молодежь ЦСКА первая вышла из отпуска и начала подготовку к предстоящему сезону. Это лето стало летом больших перемен. Прежде всего, теперь у ЦСКА появится полноценный фарм-клуб под названием ЦСКА-2, который будет выступать в Суперлиге-1. В составе ЦСКА-2 окажутся игроки молодежного проекта, а также более опытные ребята, которые уже не проходили по возрасту в молодежку и выступали в прошлом году на правах аренды за другие команды. Тренировать в клуб Суперлиге будут Андрей Мальцев и Виктор Бережной. Мы собрали команду из воспитания как только молодежного проекта ЦСКА. Самый маленький у нас здесь Кондаков один игрок, самый большой, по-моему, Остапкович, по-моему, 8 лет. Так что мы здесь все свои и попробуем себя в мужском чемпионате. Мы выиграли с мужчинами и максимально, наверное, я думаю, ускорить переход этих наших, так скажем, юных дарований, или юных дарований действительно, во взрослую команду, чтобы они могли там себя уже проявлять в гонии мужского баскетболиста. Выступление в Суперлиге-1 – это не только плавный переход для молодых армейцев во взрослую жизнь, но и возможность вновь проявить себя перед тренерами ЦСКА баскетболистам, которые вернулись из других команд. 22-летний тяжелый форвард Александр Ганькевич выиграл все титулы в составе молодежного ЦСКА и уже два сезона отыграл в Суперлиге. Отдохнул, съездил к Антону Стопковичу в гости в Беларусь погостить, там с ним чуть-чуть потренировались, и вот за две недели уже до 7 августа начал уже сам тренироваться, подготавливать тело. Мне соскучилось, по ребятам соскучилось, можно сказать, два сезона вместе не были, конечно, очень соскучилось. Когда пришел первый сезон Суперлигум, я полсезона привыкал, потому что совсем все другое, и уровень, и контакты, и все совсем другое. Вот, ну, с Андреем Николаевичем мы точно хорошо сыграем, выступим, так что я не сомневаюсь. Это он тебе за кадром, да, подсказал? Назначен, что сезон будет сложнее, чем в молодежной лиге, потому что мы будем играть уже с взрослыми игроками, состоявшимися, с пониманием игры, с более высокими. Чего я жду? Получить опыт игры с этими игроками, понять свои силы, чтобы сравнить уже, насколько я хороший. Не против своих ровесников, а против взрослых игроков. В младшей возрастной категории также не обошлось без изменений. Команда, которая раньше называлась ЦСКА Дюбл, теперь будет носить название ЦСКА Юниор и иметь ограничения по возрасту до 19 лет. Главным тренером ЦСКА Юниор стал Максим Шарафан, а его помощником Антон Катаев. На предстоящий сезон задача стоит сложная – удержать чемпионский титул, но все-таки главная цель – воспитание качественных игроков для основной команды. Работают все с большим энтузиазмом, так часто бывает после отпуска, посмотрим, как будет дальше. Нет претензий само собой по самоотдаче, потихоньку вливаюсь, скажем так, в корректив. Очень хорошая атмосфера, создается всеми работниками клуба. Это сразу заметно с первых дней работы. В целом все позитивно, очень рады быть здесь. Нам будет непросто, ребята очень много молодых, многие из них и в прошлом сезоне в Дюбле, скажем так, не играли ведущих ролей. И будет интересно, как они будут себя чувствовать в новой роли, в той роли, когда им придется показывать результат, при этом в еще более сильной лиге, нежели в Дюбле. Давай, давай, Антон, успешно не стереться. В этот отпуск ребята провели ту работу, которую мы им дали. Сейчас они вернулись в очень хорошем состоянии. Начали мы раньше для того, чтобы 23 числа, когда начинает основная команда, они уже были готовы. И вот этот тот процесс работы, который мы запустили еще после сезона мая-июнь, они к этому вернулись, были в хорошей форме, потому что все-таки разница между одной из лучших команд Европы, игроками, которые приедут, и молодыми игроками из молодежного проекта, конечно, есть. Поэтому надо быть во всеоружии. Первые три дня мы вообще не поднимались в баскетбольный зал, занимались только подготовкой связок, подготовкой мышц, и никаких там даже двухразовых тренировок не было. Потому что сейчас уже мы разделились, и четвертый день мы разделились на две группы, где есть старший и мальший. Ребята есть, которые пришли на просмотр, которые мы смотрим из нашей Москвы, из других городов, из других стран даже приезжают. Мы смотрим, продолжается селекционная работа, но у нас получается, что практически никого мы в этом году так покупать сильно никого не будем. Вот, из кого нам могли бы уже, наверное, всего купили уже весной и летом. Вот, но селекция продолжается. Свои домашние матчи и ЦСКА-2, и ЦСКА-юниор будут играть в универсально-спортивном комплексе ЦСКА. Расписание игр есть на нашем официальном сайте csk-basket.com. Обязательно приходите поболеть за молодых армейцев. В этом сезоне ваша поддержка им нужна как никогда. Выиграть, возможно, получится, но надо побороться. Там уже будет, там неизвестно, кто как сыграет, может последнее место первое обыграть, первое там всем слит. Все возможное, мы можем выиграть, войти в призеры можем. ЦСКА!